Девушки отдыхают Им не поверили Мне сказали, что существует постановление о защите То есть я могу искать защиту у государства от насилия мужа Мне сказали, что для этого я не обязана обращаться к адвокату Или же предварительно подать жалобу в полицию Достаточно заполнить формуляр, который называется Прошением о постановлении о защите Нужно заполнить три страницы На первой странице нужно записать данные всей семьи Мои, мужа и детей Кстати, не обязательно состоять в браке, чтобы получить это постановление о защите На второй странице нужно описать, какое насилие я выношу И почему я чувствую себя в опасности Таким образом я объясняю, почему я ищу защиту у государства В ассоциации мне посоветовали приложить к моему прошению Письменное свидетельство моей коллеги Она написала о том, что я уже попадала в больницу из-за него И что я боюсь На третьей странице я попросила, чтобы моему мужу запретили видеться со мной Запретили владеть оружием И чтобы он виделся с детьми не у него дома, а в специальном центре Я подала мое прошение в суд высшей инстанции в отдел по вопросам семьи Судья сразу же меня приняла, чтобы определить ситуацию Она вызвала нас через 15 дней Меня и мужа До этого я подала просьбу о судебной помощи от государства, чтобы иметь адвоката Судья выслушала нас обоих Мой муж пытался отстаивать себя Но я добилась постановления о защите Судья признала за мной право оставаться с детьми по месту жительства Мой муж больше не имеет права приходить к нам А если он не будет соблюдать условия этого постановления То ему грозит два года тюремного заключения и штраф 15 тысяч евро Правда, это постановление действительно лишь в течение шести месяцев И только если вы замужем и подали на развод, этот срок может быть продлен Значит, этим нужно воспользоваться, чтобы организоваться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok